Придумали кран с общими усилиями. Вот так вот набираем воду. Эта струйка воды с илом – единственное спасение, чтобы помыться, напоить скотину, приготовить. Кому повезло больше, возят стирать вещи в Барнаул. В марте в лаговом из-за мороза лопнули трубы. Около 300 метров сетей необходимо заменить. Коммунальщики посчитали это лишним и поставили хомуты, которые в любой момент может прорвать. Каждый понедельник приедут, вот так соберутся вокруг этой ямы, постоят. Ну да, ну надо делать. И никто ничего не делает. Со слезами приходим. Ни руки уже, ни ноги уже. Старые люди. Мы уже по 60-й, по 70-й. Вот бабушка вся скрюченная. Ну вот как жить? У той самой бабушки Ольги Барбей – инвалидность. Ей тяжело поднять даже 5 литров воды. А чтобы постирать вещи в стиральной машине, нужно как минимум 42. Пенсионерка – гений инженерной мысли. Сюда вот вставляю шланг, засыпаю порошок, закрываю, краник открываю и начинаю стирку. Еще до этого, когда все это только случилось, наш глава предлагал скинуться, может быть, и вот это все привезти за свой счет. Откуда мы возьмем 300 тысяч, с 5 домов они по 100 рублей не могут дать. Жители села жалуются и на обезвоживание местной власти. Глава администрации пояснил нам, что последние 30 лет Логовской водопровод не видел никаких мероприятий по замене. Михаил Шиншуров открестился. За подачу воды отвечает районная коммунальная система. То есть корни уходят в косиху. А зачем? Почем показывать? Негатив этот, что ли? Показывать всем это? Система-то, понимаете, она общая по всему району, по всему Алтайскому краю. Она общая система. Где-то там лучше, где-то хуже. У вас же есть дом и вода? У меня дом и вода есть. Заместитель главы Косихинского района по телефону заверил, что в течение 10 дней дело, а точнее труба, сдвинется с мертвой точки. Но логовчане уже не верят. Похоже, им придется выучить молитву о дожде. Ведь впереди огородный сезон, а ведерком воды много не польешь. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости.